Давайте начнем. Я начну с того, что напомню, что было в прошлый раз. В прошлый раз были отношения, и в частности была введена операция композиции отношений. Сегодня мы будем обсуждать свойства композиции функций, и я хочу начать с того, что объяснить, что композиция функций — это просто функция — это частный случай отношений, и композиция функций — это в точности композиция отношений, ограниченных на понятие функций. Давайте посмотрим, как определяется композиция функции обычно. У нас есть две функции из множества a и множества b, из множества b и множества c. Тогда их композиции gf. Обратите внимание на порядок. Именно такой порядок у меня был, когда я записывал композицию отношений. Это функция из a в c, которая определяется ровно так. Значение композиции в точке x равняется значению функции g в точке, которая является значением функции f в точке x. Нужно, конечно, чтобы f от x была определена, иначе композиция не определена. И вот синим нарисовано объяснение, почему это то же самое, что просто обычная композиция отношений. Вспомним, как определяется композиция отношений. Чтобы x и y находились в отношении, которая является композицией двух отношений, нужно, чтобы в промежуточном множестве нашелся такой z, что x и z находятся в отношении, то есть z равняется f от x. И z и y находились в отношении, то есть y равняется z от z. Ну вот это то, что мы обычно и пишем, когда говорим про отношения, верхняя строчка. И поэтому, в частности, для композиции отношений тоже выполняется свойство ассоциативности. Сегодня я хочу немножко подробнее обсудить свойства вот этой операции композиции функции, потому что это бывает важно. Там есть некоторые тонкости, на которые стоит обратить внимание и запомнить. Начну я с того, что введу понятие обратной функции. Это понятие в элементарной математике всегда вызывает сложность. На самом деле это довольно простая вещь, но мы будем определять обратную функцию только для объекций. То есть всюду определенных отображений, которые одновременно инъективны и сюрективны. Тогда обратная функция от элемента b, ее значения, это такой a, что значение исходной функции от a равняется b. Ну вот я сейчас нарисую картинку, чтобы было понятнее. Вот у нас есть множество a, есть множество b. Вот мы хотим определить обратную функцию. Поскольку это объекция, мы знаем, что каждый элемент b является образом ровно одного элемента из множества a. Вот если мы смотрим на эту связь слева направо и с a в b, мы получаем значение функции f. b равняется f от a. А все, что мы хотим теперь сказать, что если мы посмотрим на это соотношение в другую сторону, мы получим обратную функцию. И это очень естественная вещь. Биекция задает взаимно однозначное соответствие. То есть раз оно взаимно однозначное, то каждому элементу a соответствует ровно один элемент b. Тогда на это можно посмотреть как на функцию, которая наоборот элементом b сопоставляет a. То есть биекция, оно такое симметричное, естественно, понятие. И функция обратная, определение обратной функции, оно симметрично. Если мы посмотрим на эту функцию, которая уже является функцией из b в a, то для нее обратной будет просто функция f. Я это как-нибудь вот так вот напишу. То есть если мы два раза возьмем обратную, получим исходную функцию. Оказывается, что обратные функции можно характеризовать алгебраически в терминах композиции. И это вот, собственно, то, о чем я хотел бы сегодня, с чего сегодняшний рассказ содержательный я хотел бы начать. Для этого мне нужно понятие тождественной функции. Это очень простая вещь. Функция, которая ничего не меняет. Она обычно обозначается буквами id от слова identity. И она определена для каждого множества. Определена очень просто. Это тождественное отображение, собственно, как и написано в названии. x переходит в x. То есть для каждого множества есть своя тождественная функция. Тогда смотрите, что получается, если вот пусть у нас f и g взаимно обратные. Тогда давайте посмотрим на композицию f и g. Это функция, которая действует. g, допустим, f у нас, давайте это надо написать, f действует из a в b, g действует из b в a. Тогда такая композиция функции, мы начинаем действовать на множестве b, получаем элемент a, потом f переведет его в b. То есть эта функция определена на множестве b. Вот смотрите, как она определена. Вот мы действуем вот сюда, а потом возвращаемся в ту же самую точку. То есть это тождественное отображение на множестве b. И совершенно аналогично, если я переставлю порядок в композиции, я получу тождественную функцию на множестве a. Смотрите, я вначале применяю f, попадаю в такую точку b, что b равняется f от a. Но обратная функция по определению переведет ее снова в a. Поэтому мы получаем тождественное отображение. И вот оказывается, что этих двух условий достаточно. Они как раз и характеризуют нам обратные функции. Теорема. Ну я повторю сейчас быстро то, что здесь написано. То есть вот эти два условия, которые, как мы выяснили, выполняются для обратной функции, взаимно обратной функции, они и достаточны. Значит, если я забыл написать, если то f и g объекции и f и g взаимно обратно. То есть вот это то, что я хочу доказать. Это несложное доказательство. Ага, у меня как раз кончилась страница. Но доказательство начнется со следующей страницы. Давайте доказывать. Во-первых, давайте докажем, что f инъекция. Предположим, что f от x1 равняется f от x2. Нам нужно доказать, что тогда x1 равняется x2. Ну давайте смотреть. Значит, что мы знаем? x у нас принадлежит множеству a. И вот такое вот отображение g и f, оно тождественное. То есть мы можем написать, что x1 это g композиция с f от x1. Ну то есть это просто-напросто g от f от x1. И мы предположили, что f от x1 равняется f от x2. Значит, это то же самое, что g от f от x2. То есть композиция, примененная к x2. Но это композиция тождественная, то есть это x2. Видите? Получилась такая строчка вычислений. А формулировку теоремы... Сейчас, секунду. Вот давайте вот так вот я сделаю. То есть формулировка теоремы такая, что пусть у нас есть две функции. Одна действует из a в b, другая из b в a. И для них выполняются условия, что композиции и функции, взятых в одном порядке, дают тождественное отображение на одном множестве, а в другом порядке тождественное отображение на другом множестве. То вот тогда, если выполняются эти условия, эти функции биекции, и они взаимно обратны. Пока вот в этих двух строчках я проверил, что из условия f от x1 равняется f от x2, следует, что x1 равняется x2. Это условия инъекции. Как я и говорил, проверять проще именно такое условие. То есть на самом деле содержательная инъекция означает, что разные аргументы принимают разные значения, функции разных аргументов принимают разные значения. Но удобнее всегда использовать контрпозицию, что если значения одинаковы, то и аргументы одинаковы. Логически это то же самое. Таким образом, f-инъекция. Давайте докажем, что мы доказали, что f-инъекция. Биекция – это сюръекция и инъекция одновременно. Теперь надо доказать, что f-сюръекция. Ну хорошо, для этого мне потребуется второе условие теоремы. Вот это вот, что fg, я его просто сейчас перепишу, потому что уже перестало быть видным. Это тождественное отображение на b. То есть что это означает? Что если я возьму какой-нибудь y, применю f, вначале применю g к y, а потом f, то я получу снова y. Но это и означает, что отсюда как раз следует, что образ f от всего множества равняется b. Смотрите, какой бы я y ни взял, он представляется как значение функции f в какой-то точке. В какой? А вот в g от y. Потому что у нас есть вот это вот равенство из условия теории. Таким образом, f объекция. Ну, теперь нам нужно доказать, что и g объекция, но давайте просто сразу проверим, что f и g взаимно обратны. Это уже совсем легко. Давайте посмотрим на определение обратной функции. Что нам нужно проверить? Нам нужно проверить, что значение g в какой-то точке b такое, что значение f в значении g равно исходному значению. То есть, смотрите, я хочу проверить, что если f от a равняется b, мне нужно доказать, что g от b равняется a. Я там показал это, переписал просто определение обратной функции. Но это очень легко, потому что, смотрите, у нас мы знаем из условия теоремы, что gf дождественное должно равняться a. но f от a это и есть секундочку тут давайте потихоньку буду писать, чтобы было понятнее. Это и есть g от b f от a равняется b и это равняется a. Вот то, что нам нужно, мы и получили из условия теоремы. Я исхожу из того, что g в композиции с f это тождественное на a. Извините, пожалуйста, в начале доказательства теоремы идет x1 равно g на f, а дальше идет x, вот индекс у x не совсем понятно, что это написано. Секунду, вот в верхней строчке, которая... x1, да, вот начало доказательства равно... x1 равно g от f от x1. А, это 1, все, спасибо большое. Это 1, да. Я извиняюсь, если не очень разборчиво. Попробую приписать вот так вот лучше. Ну вот и все. Мы доказали эту теорему. И что стоит заметить, что вот одного условия недостаточно. Давайте вот пример рассмотрим. Пусть у нас есть отображение натуральных чисел. Натуральные числа, которые задаются очень простым правилом. Просто умножаем на 2. И рассмотрим такую функцию, которая, наоборот, берет целую часть от x пополам. Что случится, если я возьму композицию этих функций? Вычислю в какой-то точке x. Ну, вначале x умножится на 2, а потом я буду брать целую часть от 2x, конечно, это x. То есть одно из условий теоремы выполняется. Это тождество. Но второе условие не выполняется. Если мы посмотрим на f от g, от чего, скажем? Да, от нуля. От нуля годится? От единицы. Смотрите, целая часть одной второй – это ноль. Ноль умножить на 2, то есть я напишу это так, 2 умножить на целую часть единицы пополам, чтобы было видно, какие вычисления делаю. Это ноль, это ноль. То есть, видите, композиция в обратную сторону, она не равна тождеству. Таким образом, это вот очень важно понимать, такое встречается в доказательствах, что легко проверяется одно условие, но его нужно понимать, что его недостаточно для того, чтобы утверждать биецу, нужно проверять второе. Эта проблема возникает только с бесконечными множествами, с конечными множествами все гораздо лучше. Но давайте это мы сейчас обсуждать не будем, а я планирую, что на семинарах будут подробно разобраны задачи, относящиеся к этой теме, потому что тут все не очень сложно, но лучше бы это проделывать руками и обсуждать, потому что иначе как-то, боюсь, будет слишком скучно, если я сейчас еще про это подумал. Можете, пожалуйста, показать еще раз формулировку теоремы? Да, пожалуйста, сейчас, секунду. Вот она. Значит, если у нас есть две функции, одна действует из множества А в множество Б, другая из множества Б в множество А, и композиции этих функций в обе стороны, и композиции ФСЖ, и композиции СЖСФ дождественные, ну, каждая на своем множестве, то тогда обе функции биекции, и более того, эти функции взаимнообраны. Спасибо. Ну, что еще можно про это сказать? Достаточно очевидно, что если ФСЖ биекции, то и композиция ФСЖ тоже биекция. Легко сообразить, просто прямо на картинке, давайте, вот я где-нибудь там у меня были уже картинки биекции, чтобы лишнего не рисовать. Представьте, что у нас есть, нет, придется нарисовать все-таки другая картинка. есть одна функция. Значит, вначале у меня было Ж, потом Ф. Ну, и смотрите, если тут есть взаимнооднозначное соответствие, тут есть взаимнооднозначное соответствие, то, конечно, композиция будет задавать тоже взаимнооднозначное соответствие. любому элементу, давайте я назову как-нибудь множество, чтобы можно было говорить, любому элементу множество С соответствует ровно один прообраз множества В, а ему ровно один прообраз множества А. Ну, значит, у композиции тоже ровно один прообраз. То есть это очень несложная вещь, но в результате биекции оказываются замкнутыми относительно композиции, и это важное алгебраическое свойство. Они, если рассматривать биекции на одно множество, они образуют то, что алгебраисты называют группой, и это такой очень ценный объект для изучения в алгебре. Но для нас это скорее некоторый побочный сюжет. Я подробнее про него говорить не буду. Значит, возможно, вас в алгебре чуть подробнее просветят на тему, как устроены такие группы. Это у вас в четвертом модуле будет курс, правда, очень сжатый всего на один модуль, общий алгебра. Но, может быть, там про это успеют сказать. Я точно не знаю, как там программа устроена. Давайте теперь перейдем к следующему, к следующей теме. На самом деле мы ввели функции, ввели отношения, и с функциями на конечных множествах возникают задачи подсчета. Сколько функций такого вида, сколько другого вида. И оказывается, что те перечислительные задачи, которые мы решали, они, в общем-то, очень естественно переформулируются на языке функций. Я приведу несколько примеров, и один, которого у нас не было, будет. А сейчас пока начну с совсем простых вещей. Значит, это такой отдельный сюжет подсчета числа функций. Полезно понимать, что когда мы пересчитываем разные комбинаторные объекты, это иногда бывает просто подсчет функций. Ну, вот первый пример. Сколько тотальных функций, тотальные – это все доопределенные. Из k элементного множества в n элементное. Ну, я для краткости пишу k и n в квадратных скобках. Вот один раз напомню, дальше уже не буду. Я подразумеваю, что это множество, состоящее из чисел от 1 до k. Ясно, что от природы элементов количество функций не зависит. Мы можем ограничить себя именно таким k элементным множеством. Если оно будет как-то устроено по-другому, то количество функций не изменится. Ответ получить очень легко. k в степени n. k в степени n. n в степени k. n в степени k. Да, совершенно верно. Почему? Потому что, смотрите, как можно задать эту функцию? У нас есть k чисел и мы должны написать их значения. Поскольку функция тотальная, то мы должны написать такую полную таблицу функции. Первая строчка – это аргументы, вторая – значения. Ну, такой обычный способ задания конечных функций. Если я посмотрю на вторую строчку, то это просто-напросто слово в алфавите, состоящем из этих чисел от 1 до n. Слово длины k. А мы уже такие слова подсчитывали. Их как раз n в степени k. Ну, давайте чуть более хитрый вопрос посмотрим. Сколько всего таких функций? Не обязательно тотальных. Если кто-то уже сообразил, можете ответ сказать волосом, пока я пишу. Не сообразили. Ну, хорошо. Я напишу ответ. Может быть, после этого кто-нибудь скажет. А, ну, тогда понятно, какой получается. Всего таких функций оказывается n плюс 1 в степени k. Почему так? Давайте посмотрим на предыдущую картинку, что у нас изменится. Вот я беру... В точки возможные, получается. Да. Возникает возможность, что, допустим, в точке 2 функция не определена. Ну, давайте какой-нибудь специальный символ там, ну, часто void, пустой символ обозначают. Ведем специальный символ, то есть у нас будет алфавит, который не только содержит n, но еще вот этот вот специальный символ, которым мы в нашей таблице будем просто обозначать, что функция не определена. Тогда у нас получится ровно слово в алфавите из n плюс 1 буквы. И тот же самый подсчет дает нам n плюс 1 степени ка. Так что, видите, хотя задача кажется намного сложнее, но она решается точно так же. И она объясняет, в сущности это еще объясняет такую важную вещь, что тотальные функции мы рассматриваем для удобства определения. В принципе, если бы мы хотели, в смысле, не тотальные общие, если бы мы хотели тотальными функциями ограничиться, то можно было бы делать то же самое, нужно было бы только предусматривать вот такое вот специальное значение функции, неопределено. Это не всегда удобно так говорить, особенно когда мы говорим о функциях, определенных на одном и том же множестве из a в a. Тогда не хочется усложнять себе жизнь и говорить, что это функция из a в какое-то расширенное множество. Еще одно замечание я сделаю сразу, оно к этому имеет прямое отношение. Вот у нас были теоретика множественной операции разные, есть на самом деле еще операции возведения в степень. Это как раз множество тотальных функций, прошу прощения, из b в a. То есть, вот смотрите, у нас теорема говорит, что таких функций n степени k, ну и, естественно, обозначение это расширили на самом множестве. Вот тут у нас образы, тут у нас прообразы. То есть, вы не удивляйтесь, если встретите в книжках, ну и я, может быть, такое буду писать, вот обозначение типа такого, 2 в степени множества. Что это означает? Это на самом деле, конечно, означает функции со значениями в 0,1. То есть, такие обозначения в математике часто используются, я поэтому о них решил упомянуть. Ну, хорошо, давайте посчитаем еще что-нибудь. Какие у нас были еще функции? У нас были инъекции. Сколько инъекций из k в n? Ну, тут, во-первых, ясно, что если k больше n, то 0. Мы не сможем рассадить k кроликов при таких условиях в n-клеток так, чтобы в каждой клетке сидело не больше одного кролика. Но если k меньше либо равно n, то вот это число можно посчитать. Давайте посмотрим на самом деле на ту же самую фактически картинку с таблицей значений. Какое у нас теперь ограничение вот на это слово? Не какой-нибудь c из n пока. Не c пока. не c, а наоборот размещение. Смотрите, у нас ограничение такое. В слове все буквы разные. Это же и есть условие инъекции. То есть f от i не равно f от g. Если i не равно g. А такие слова отвечают размещением. Что такое размещение из n пока? k. Это в точности вот такая вот вещь, что мы берем из возможного множества n объектов, строим последовательность длины k, в которой все объекты разные. То есть опять-таки все тоже аналогия с лототроном. Если мы вытаскиваем шары и запоминаем порядок, вот у нас было n шаров и k попыток. Мы вытащили первый шар, потом вытащили второй. Поскольку мы их вытаскиваем, повториться шары не могут, номера шаров, возникает именно такая последовательность. И мы знаем ответ. Это что у нас там такое отношение факториалов, да? Значит, мы должны взять чтобы не запутался по видео мы должны взять вот так. Да? Значит, если у нас 2, то будет n умножить на n минус 1. Ну, и если k равняется n, если k равняется n, то мы знаем, что это n факториал как раз получается. Это количество объекций или перестановок. то есть, здесь пока все примеры были сравнительно простые, и они у нас уже встречались. давайте я вот до следующей страницы долистаю и посмотрим на немножко более новый пример. То есть, он делает... Можно несколько минут назад провернуть? Несколько секунд? Ой, вот последняя часть листа. Спасибо. Вот этот вот пример с инъекциями. Спасибо. Ну, если вопрос есть, задавайте. Тут просто все достаточно просто было и очень напоминало то, что мы уже обсуждали, поэтому я достаточно быстро рассказывал, не особенно останавливаясь. хорошо, давайте идем дальше. Значит, дальше что у нас осталось? Сколько сюрреекций, правильно? У нас были сюрреекции. Интересный вопрос, сколько сюрреекций из k в n. Ну, тут тоже понятно, какое есть ограничение, если что была сюрреекция, если k меньше n, то 0. это понятно. А вот если k больше или равно n, то сюрреекций сколько-то и это количество еще надо суметь вычислить. Ответ на самом деле неочевидный. Сейчас я его напишу, потом буду доказывать, что он правильный. Нужно взять такую сумму по p 0 n p прошу прощения, k. Видите, довольно загадочная формула, в нее входят биномиальные коэффициенты со знаками, еще они умножаются на n минус параметр степени k. Вот я сейчас хочу доказать эту формулу, что это действительно количество сюрреекций. На самом деле все не так сложно, но чтобы понять, что происходит, откуда эта формула берется, ее удобно разбить на две части. Вот давайте выделим часть со значением параметра 0, тогда что получится? Минус 1 в степени 0 это 1, биномиальные коэффициенты из n по 0 это 1, p равняется ну то есть будет n в степени k как раз. А остальное я запишу со знаком минус. Мне так удобнее в рассуждении. Тогда смотрите, раз я написал минус, а здесь уже было минус единица в степени p, мне нужно этот минус учесть. Мы знаем, что знаки чередуются, поэтому раз я вынес сюда минус, я должен в показателе минус единицы на единичку показатель увеличить. Остальное останется тем же. вот если посмотреть на эту формулу, становится, я думаю, понятной идея, что я собственно хочу сделать. Вот смотрите, это все тотальные функции. Я пишу каким-то бледным цветом, потому что это скорее неформальное пояснение. А вот это все несюрьякции. Я же утверждаю, что эта формула дает количество сюрьякций, значит, у нас функции бывают либо сюрьякциями, либо несюрьякциями. если я из общего количества тотальных функций вычту количество несюрьякций, получится как раз сюрьякция. Значит, вот это, вот это несюрьякция. А как же найти количество несюрьякций? Ну, на этот счет у нас есть принцип включения и исключений. То есть, заметьте, что формула очень похожая на то, что у нас было в принципе включение и исключение. Сейчас его надо использовать. Значит, что значит, что F несюрьякция? Это означает, что существует такое B, в множестве значений, что F от X не равно B для всех X. Вот и давайте введем такое множество. Индексированное как раз элементом B. Это те функции, которые не принимают значение B. Сколько таких функций? Это легко понять. Это же функции, которые могут принимать любое из N минус одного значения. Поэтому получается так, что количество элементов это множество. Это просто-напросто N минус 1 в степени K. Мы рассматриваем функции, я напомню, из K в N. Значит, у нас одно значение ушло, значит, функции из K в N минус 1. И мы знаем количество детальной функции, их количество как раз равно N минус 1 в степени K. Но просто сложить эти числа для всех возможных B было бы опрометчиво, потому что эти множества могут пересекаться. Вот давайте посмотрим, сколько элементов в пересечении какого-то количества P таких множеств. То есть я беру какие-то разные значения из множества возможных значений и смотрю, сколько есть функций, которые не принимают ни B1, ни B2, ни Bp. Ну, тоже понятно. Раз мы P значений запретили, у нас остается N минус P значений. И это тоже количество тотальных функций, но только множество возможных значений N минус P. Ну и все, теперь давайте вернемся к этой формуле и поймем, что это и есть формула включения-исключения. Смотрите, я считаю объединение множеств. Давайте теперь я напишу это уже по... Ну, даже можно тут один прям писать. теперь уже стесняться. По формуле включения-исключения это, во-первых, вот такие вот будут слагаемые со знаком плюс. Дальше будет со знаком минус пересечение попарные. Я их все выписывать не буду, просто обозначу. Дальше по 3 и так далее. Но смотрите, наш подсчет показывает, что мощность пересечения, она зависит только от количества запрещенных значений. Видите, тут не важно, какие значения не используются вот в формулях. Важно только, что их P-штук. Поэтому вот здесь будет умножаться на N, что я напишу вот так вот. Здесь будет умножаться на количество пар, что я напишу вот так вот. Следующее, это я не формулу пишу, а так пояснение, поэтому я вот так разделю. Следующее слагаемое, которое войдет с плюсом, будут умножаться на вот столько, то есть вот эти вот числа. Ну и получится ровно то, что у нас есть. Смотрите, при P равном единице мы со знаком плюс считаем N раз количество функций вида от единицы, ну там от B, от какого-то числа. Дальше мы со знаком минус, когда P равняется двойке, считаем количество пар, когда уже запрещено два значения и так далее. То есть просто получается формула включения и исключения. Вот это вот я давайте здесь чтобы осталось запишу это формула включения исключения. Это ровно на. Более простой формулы для числа сюрреективных функций у нас нету. Можно написать рекурренты не очень сложные, но вот прям так буквально какой-то более если сравнивать то конечно формулы сложнее. Тут у нас были совсем простые формулы. Хотя факториалы тоже считаются с помощью какой-то процедуры. Так что насколько сложнее это отдельный вопрос. Хорошо. Значит это вот такая была не очень длинная тема про подсчеты функций. Ее можно было бы продолжать. На самом деле можно объяснить скажем что такое сочетание с повторениями. Ну давайте я это сейчас пропущу. И вторую часть лекции я хочу посвятить. Я напомню что у меня идея такая. Вот мы ввели общее понятие бинарного отношения. Я хочу показать несколько важных примеров. Которые постоянно будут использоваться. Полезно знать что это именно бинарные отношения и какие-то их базовые свойства. Про функции я такой самый необходимый минимум сказал. Следующий пример очень важный это отношение эквивалентности. Сейчас я определю что это такое. У нас такое уже конечно было. фактически очень трудно говоря математике ни разу не использовать отношения эквивалентности. Такого почти что не бывает. Сейчас я попробую дать формальное определение что это такое. Отношение R на каком-то множестве называется отношением эквивалентности я позволю себе коротко написать длинное название уже есть если должны выполняться три условия. Первое называется рефлексивность XRX для всех X из множества A это мы уже много раз обсуждали в разных примерах второй сейчас я примеры приведу давайте напишу все-таки определение симметричность если X с Y находится в отношении то тогда Y с X тогда Y с X находится в отношении опять-таки для всех XY из множества ну и транзитивность есть такое еще одно важное свойство транзитивность это тоже понятно что такое если у нас X и Y находятся в отношении и Y Z находится в отношении то X и Z находятся в отношении опять-таки для всех возможных тройках из множества вот отношения эквивалентности это в точности отношения которые удовлетворяют написанным свойством примеры у нас конечно были например отношения принадлежать давайте я сейчас чуть-чуть сдвину может быть даже сейчас если смогу уменьшить что-то у меня жесты на планшете работают не всегда правильно в частности сейчас не может уменьшить почему-то значит вот смотрите пример на графах и мы определяли такое отношение X принадлежит множеству достижимости Y это эквивалентность и мы знаем что у нас возникают компоненты связанности связанные с этим отношением эквивалентности то что это эквивалентность мы проверяли аналогично это не ориентированный граф вот ровно такие свойства мы проверяли как когда это делали для ориентированных графов у нас было тоже отношение эквивалентности немножко другое X и Y сильно связан я напомню это означает что есть пути из X в Y и из Y в X и мы для вершин в таком отношении проверяли опять таки эти свойства что X сильно связано само с собой симметрично во второй точке первое слово симметричность да извините пожалуйста вы могли бы пролистать это не видно что у вас написано вот так да спасибо я просто постарался еще определение оставить но вот вот так видно вроде бы и три основных свойства и эти два примера ну и сразу я напишу третий пример точнее два примера у меня еще будет есть такой пример для любого множества X находится в отношении R по определению означает что X равен Y это отношение эквивалентности совсем простое в него входит ровно N пар если у нас может R из N элементов то есть все пары вида XX входят то есть другими словами это можно записать так что это множество пар вида XX если вспомнить что отношение это множество пар это называется отношение равенства ну и для него выполнение свойств достаточно очевидно ясно что выполняется рефлексивность ясно что выполняется симметричность потому что у нас все пары просто из двух одинаковых элементов и транзитивность тоже естественно выполняется если смотрите транзитивность еще вверху видна если x находится в отношении равенства с y значит x равен y а y находится в отношении равенства z значит y равен z x равен z это всем известно теперь я хочу немножко обобщить этот пример давайте рассмотрим множество а и его как говорят разбиение даже не обязательно на одинаковую пожалуй здесь зря стал писать секундочку тут какое-то акаты я ставлю многоточие потому что это даже не обязательно конечная последность просто какое-то разбиение что такое разбиение множества это по определению означает что все аиты это конечно подмножество что они не пересекаются то есть если множество разные то они не пересекаются и что объединение этих множеств подможеств просто совпадает сейчас нарисую картинку чтобы было понятнее такое абстрактное определение на самом деле очень простую вещь задает сейчас я нарисую что и вот мы разделили его на подможем 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 то есть каждый элемент отправляется в одно из подможем разби тогда можно определить отношение эквивалентности икс икс находится в отношении с и это означает что икс и и принадлежат некоторому одному множеству разбиения то есть если я взял икс и и из одного множества они находятся в отношении если из разных то не находятся давайте поймем почему это в каком-то смысле обобщение отношений равенства почему я начал с отношения равенства мы считаем у нас есть какое-то большое множество но мы считаем что все элементы попавшие множество один по сути дела ничем друг от друга не отличаются что вот настоящие объекты это вот множество разбиения а это разные имена одного и того же то есть можно такое неформальное объяснение дать но можно конечно и формально проверить свойства отношения давайте это сделаем значит что нам нужно проверить x rx но это по определению означает что x принадлежит какому-то множеству для разбиения это верно теперь если x r y нам нужно проверить что y rx ну действительно смотрим на определение оно же полностью симметрично оно же чтобы элементы попадали в одно множество очевидно из определения определение симметрично ну и давайте теперь посмотрим на транзитивность это тоже несложно доказывается пусть x r y y r z что это означает это означает что x y принадлежат какому-то множеству аитому а y z тоже принадлежат одному множеству ну вообще говоря ажитому но смотрите y в результате принадлежит пересечению этих множеств он же входит и в аито и в ажито значит аито в пересечении с ажито не равно пустому а из условия разбиения я напомню у нас там прям было сказано что если не равно пустому то и должно равняться ж то есть отсюда мы получаем что x и z тоже лежат в одном множестве изменений и так это пример отношения эквивалентности чем он важен тем что это на самом деле общий пример по сути дело мы сейчас описали все возможные отношения эквивалентности все отношения эквивалентности имеют вот такой вид есть какое-то множество и оно разбито вот на подможество которые называются классами эквивалентности значит если r отношение эквивалентности на то существует разбиение а на некоторое подможество я опять-таки я не ограничивайся конечными множествами конечными разбиением что выполняется следующее свойство x находится в отношении с y равносильно тому что x y содержится в одном множестве разбиемых сразу терминологическое замечание это теорема я ее уже сформулировал а это уже терминология вот эти вот множества из которых состоит разбиение называются я даже цвет сменю что это слово лучше запомнить навсегда постоянно математики используются классами эквивалентности то есть это стандартная математическая терминология которую полезно запомнить то есть класс эквивалентности я сейчас поднимусь до картинки чтобы было наглядно вот это все классы эквивалентности я прям картинки допишу классы эквивалентности математике постоянно приходится рассуждать в каких-то отношениях эквивалентности это стандартное название в конкретных ситуациях классы эквивалентности могут получать свои имена скажем когда мы говорим об отношении достижимости в неориентированном графе классы эквивалентности называются компонентами связности в случае отношения сильной связности в ориентированном графе они называются компоненты сильной связности но теперь вы знаете что на самом деле это все частные случаи общего понятия классов эквивалентности я могу вопрос да а там подмножество а или что аиты аиты называется классом эквивалентности подмножество аиты Ну, подмножество, да. Сейчас я поправлю. К этому вам тоже стоит привыкнуть. Когда мы говорим о подмножествах, очень часто люди не акцентируют внимание на том, что это подмножество. У нас контекст зафиксирован. Мы рассматриваем только множество, которые являются подмножествами множества. И поэтому часто это слово подмножество сокращается. К этому стоит привыкнуть. Я извиняюсь, я старался все время говорить аккуратно, а здесь как-то так расслабился. Хорошо. Значит, еще один пример. Я его не хочу подробно разбирать, чтобы не слишком много времени тратить, но вы можете обдумать его. Это важный пример. Ну, скажем, в нашем учебнике подробно рассмотрен. Вот когда вас в школе учили, что такое рациональное число, то вам говорили про дроби. Обыкновенные дроби. К на n. Но рациональное число это не есть k на n, потому что 1 вторая это то же самое, что 2 четвертых. Правда? То есть, на самом деле, вот это вот то, что дробь это обыкновенные дроби, рациональное число не совсем одно и то же, это вносят в школьные учебники массу путаницы. Это как-то излагают очень... Тогда можно определить рациональные числа как множество классов эквивалентности на дробях. Да. Если говорить по-ученому, то нужно говорить так, что рациональное число это класс эквивалентности, который задается так. Вот если у нас есть две дроби, класс эквивалентности, значит, как задать условия, что они эквивалентны. Я это сделаю немножко вычурным образом, но вы можете проверить, что я вас не обману. Что произведение числителя одной дроби и знаменателя другой равно произведению числителя второй и знаменателя первого. Это то же самое, что одна дробь отличается от другой на некоторый множитель к. Иначе у вас не получится. Ну, про числа мы будем говорить чуть позже, я поэтому, собственно, когда мы закончим вот эту тему про отношения, мы начнем говорить про элементарную теорию чисел. Поскольку мы про нее еще не говорили, мне не хочется вдаваться в детали, тут как-то надо доказывать какие-то свойства. Ну, и это, в общем, с одной стороны просто, с другой стороны, в общем-то, и совсем понятно. У нас будет сегодня нетривиальный пример отношения эквивалентности, и в следующий раз будет. Давайте вначале я докажу теорему. Мне нужно задать разбиение. С чего оно будет состоять? Давайте я определю для каждого элемента множества х, такое множество тех у, которые с х находятся в отношении. Чтобы было понятно, я сейчас, по сути дела, буду повторять то, что я говорил, когда говорил о достижимости в неориентированных графах, когда у меня возникали компоненты связанности. Я, в сущности, сейчас это и хочу доказать. У меня есть отношения, я хочу доказать, что для него есть разбиение. Вот я указал, из чего будет состоять множество разбиения. Теперь мне нужно проверить, что действительно, что мне нужно проверить. Давайте выпишем, что нужно проверить. Во-первых, что, ну что это подможество, это очевидно. Подможество, это очевидно. Первое, что нужно проверить, что объединение этих множеств совпадает с а. Но это очевидно из рефлексивности отношения. Поскольку х находится в отношении r с х, отсюда следует, что х точно принадлежит множеству ах. То есть, видите, каждый элемент, он покрыт, по крайней мере, тем классом, который он представляет. Это легко. Вторая вещь, которую нужно проверить, что множества не пересекаются. Тут уже некоторая возня. Значит, мы хотим доказать, что ах и ай пустое, если х неравен. Ну, давайте смотреть. Пусть у нас есть вот множество ах. Множество ай. Есть элемент пересечения z. Мы знаем уже, что здесь есть элемент x, а здесь есть элемент y. Тогда смотрите, что у нас получается. Мы знаем из определения, что выполняется x, r, z. Потому что z принадлежит... Вот это z. Я извиняюсь, тут, наверное, не куб. Ладно, сейчас перепишу вот это вот z. А x сейчас нарисую, как нужно. Вот так вот будет, чуть побольше. x, r, z выполняется. И y, r, z выполняется. Но отсюда... Давайте даже лучше отсюда. Отсюда мы применяем симметричность. То есть мы знаем, что z, r, y тоже выполняется. А теперь смотрите, я применяю вот к этому и к этому транзитивность. И получаю, что x с y находится в отношении. Ну, а тогда уже легко. Смотрите, раз x и y находится в отношении, то а x должен совпадать просто с ай. Почему? Потому что возьмем какой-нибудь тейзер y. То есть мы знаем, что y находится в отношении с t. Но мы уже знаем, что x находится в отношении с y. Поэтому по транзитивности получаем, что x находится с t в отношении r. То есть это я сейчас доказал, что а y включено в а x. Ну, по симметричности, поскольку у нас все симметрично, из x, r, y следует y, r, x. Я могу повторить то же самое рассуждение в обратную сторону. Все ли мы проверили? Мы проверили, что то, что я задал над x, r, y... Секундочку. А, где у меня здесь x и y? Вот в последней строчке... А, транзитивность, а, над x и r, y, черт. Я извиняюсь, просто когда... Это вот проблема, когда описывают рисунки. Я считал, что транзитивность написана слева, а вы написали выше. Над. То есть, на мой взгляд, это не над, а слева, но немножко залезло. То есть вы увидели, что залезло, а я считал, что я пишу слева. Извините, поэтому сразу не сообразил. А нам нужно еще одну вещь проверить. Мы пока проверили, что это действительно разбиение. Нужно проверить, что отношение эквивалентности, которое задается этим разбиением, в точности совпадает с вот этим вот отношением, которое мы ввели. То есть нужно проверить, что если... Давайте посмотрим, как это сформулировано. Что если x находится в отношении с r, то они лежат в одном классе эквивалентности. Ну, в одну сторону это очевидно. Если x и y, то y принадлежит a x. И x принадлежит a x. Поэтому давайте сразу доказывать другую сторону. Пусть x и y принадлежат какому-то множеству z. Но это по определению означает, что z r x и z r y. Ну, опять-таки, отсюда будет следовать, что x r z по симметричности. И я оставлю то, что у нас было. Вот тут вот я припишу опять-таки симметричность. А это оставлю как есть. И теперь уже по транзитивности мы получаем, что x r y. То есть в условии теоремы была эквивалентность. В одну сторону все очень просто. Если x r y по определению означает, что y принадлежит множеству a с индексом x. И x принадлежит множеству a с индексом x. Ну, значит, они лежат в одном множестве. А теперь я доказал другую сторону. То есть я так подробно остановился на доказательстве этой теоремы, потому что, с другой стороны, это несложное доказательство, но оно в каком-то смысле принципиально важно. Мы определили аксиоматически некоторый класс отношений, отношения эквивалентности. Вот они. Просто сказали, что отношение должно удовлетворять трем свойствам. И на самом деле мы расклассифицировали все такие отношения. Мы объяснили, что вот этот вот пример, отношение, которое задается разбиением, он универсальный. Любое отношение эквивалентности, оно задается разбиением на классы эквивалентности. То есть теперь у нас представление об отношениях эквивалентности получается более ясным. Но, с другой стороны, теорема говорит, что отношение эквивалентности вроде бы что-то очень тривиальное. Вот чтобы не осталось такого ощущения, что это что-то тривиальное, я сейчас рассмотрю пример нетривиального отношения эквивалентности. А именно, изоморфизм графов. О чем, собственно, хочется говорить. У нас есть графы. Я сейчас нарисую пару графов. Вот, например, такой граф. И сейчас нарисую еще один. Графы мы наглядно представляем в виде рисунков. Вот я нарисовал два рисунка. Рисунки разные, безусловно. А граф-то разные или нет? Возникает вопрос. Ну, как на него отвечать? Если, например, занумеровать вершины графа как-то, то можно сказать, что графы должны совпадать, если совпадают их матрицы смежности, по сути дела. То есть если из того, что пара и ж является ребром в одном графе, она является ребром и в другом графе. Тогда, конечно, эти графы разные. Ну вот, посмотрите, скажем, И4, извините, 1,4 это не ребро в этом графе, а с другой стороны здесь это ребро. Но этот ответ не выглядит очень удовлетворительным. Ведь, по сути дела, это один и тот же граф. В каком смысле? Ну, я взял и нарисовал цикл на себе вершинах. Один раз нарисовал ребра без самопересечения, другой с самопересечением. Ясно, что все свойства, которые я буду формулировать в терминах в теории графов, когда нас не интересует геометрия, интересуют только связи между вершинами, они останутся одинаковыми. То есть эти графы, по сути, одинаковые. А как это сформулировать математически, чтобы можно было использовать в доказательствах и так далее? Вот для этого нам и нужно понятие изоморфизма графа. Сейчас я напишу определение. Давайте. Нет, здесь я лучше потом пример напишу. Давайте вот я сейчас ниже опущусь. Определение. У нас есть два графа. Они называются изоморфными, а обозначаются вот таким вот значком конруентности. Уж не знаю. Сейчас в школах принято использовать геометрии значок конкурентности или нет. Это очень долго было предметом дебатов. Но это такой знак подобия с равенством внизу. И напишу в скобках, что это и есть изоморфные графы. Если существует биекция на множествах вершин, на множествах вершин у нас обе биекции, а сейчас, секунду, биекция, некоторое отображение из V1 и V2 такая, что ребра переходят в ребра, по сути дела, я хочу сказать, что если у меня пара и ж принадлежит множеству ребер первого графа, это равносильно тому, что пара P от I P от G принадлежит множеству ребер второго. Ну вот смотрите, вот эти графы изоморфные. Как установить эту биекцию? Давайте я сейчас вот это будем считать. Первый граф, а это второй граф. Я сейчас прямо определю эту биекцию табличкой. Я хочу, чтобы ребра переходили в ребра. Давайте я посмотрю, у меня в первом случае так здесь проще делать, потому что в первом случае просто цикл. А теперь, куда я должен переводить? Ну, 0 я могу перевести в 0. Тут есть несколько таких биекций. Да, биекции называются изоморфизмами. Вот эта биекция называется изоморфизм. То есть, собственно, слово изоморфизм означает биекцию, а графы называются изоморфными. Ну и вот первую вершину можно куда угодно перевести в данном случае. А куда перевести вершину 1? Нужно перевести в соседнюю с вершиной 0, то есть в 2 или в 4. Ну, давайте в 2. Куда перевести вершину 2? Вот у нас было 0, 2. Какая следующая вершина по циклу? 5. Куда перевести 3? Какая следующая вершина по циклу? 0, 2, 5. Следующая будет 3. Теперь следующая вершина по циклу будет 6. Следующая вершина по циклу будет 1. А следующая будет 4. Вот смотрите, я записал и в одном, и в другом случае по сути дела цикл. Поэтому множество ребер совпадают. Множество ребер это в точности вот те пары, которые соседние в таком циклическом порядке и в левом, и в правом случае. Поэтому эти графы изоморфы. Ну и естественно, лемма, изоморфизм, отношение эквивалентности. Это такой основной способ, как в математике возникают отношения эквивалентности. Мы хотим про какие-то вещи говорить, что они по сути дела одинаковые, ну как в случае с графами. Мы задаем некоторые отношения на них, и что нам всегда нужно проверять, чтобы мы, это бывают сложные какие-то конструкции, что у нас действительно получается отношение эквивалентности, нужно проверять вот те самые условия. Ну в данном случае это легко. Значит, мы должны проверить, что граф изоморфен целому себе. Ну в этом случае нам достаточно взять тождественное преобразование, и ясно, что все сохранится. Давайте посмотрим на симметричность. вот у меня есть пи изоморфизм из v1 v2. Как определить обратный изоморфизм, который будет устанавливать в другую сторону? Ну это просто-напросто обратный к пи. Мы знаем, что у нас есть обратная функция, и смотрите, вот это вот условие, оно симметрично. Если я применяю обратную функцию, то пи от и переходит в и. Поэтому наши условия просто, в нем члены переставятся, но тут же написана равносильность, поэтому ничего реально не меняется. Ну и нужно проверить транзитивность. это тоже очень легко. Допустим, у меня есть изоморфизм первого графа на второй, изоморфизм второго графа на третий. Что тогда будет изоморфизмом первого графа на третий? Ну, вариантов немного, надо взять композицию. Композиция объекций, как мы уже обсуждали, это объекция. Единственное, что надо убедиться, что ребра переходят в ребра. Ну, смотрите, вот это вот условие, оно же устойчиво. У нас ребра первого графа перешли в ребра второго графа, в точности ни одно ребро не перепутано с неребром. А потом эти ребра перейдут в ребра третьего графа. Поэтому тут, в общем-то, все проверки очень просты. Таким образом, у нас возникает отношение эквивалентности изоморфизм. И если нас интересуют только какие-то свойства графов, которые не зависят от имен вершин и ребер, а зависят только от структуры связи, то изоморфные графы ничем различаться не будут. Скажем, связанный или несвязанный граф это не различается. Разные другие свойства. Поэтому часто возникает необходимость в разных приложениях и математике и в жизни перебирать разные графы. И почти всегда так оказывается, что если нас интересуют какие-то графские свойства, что перебирать достаточно только неизоморфные графы, потому что изоморфные графы дают один и тот же ответ. И возникает проблема, как вообще понять, графы изоморфные или нет. Во всем пока примерах, которые у нас были до сих пор, отношения неэквивалентности, это было легко. А вот это первый пример, когда это реально трудно. Но, тем не менее, есть простые способы, и я хотел бы как раз их обсудить. Вот, смотрите, связанность должна, конечно, сохраняться. Сохраняется ли, пусть у нас есть изоморфизм? Сохраняется ли степень вершины? Конечно, сохраняется. Если степень вершины равна, скажем, 3, то образом этой вершины должна быть точка, у которой тоже степень 3. Почему? Потому что, смотрите, в первом графе у вершины х есть три соседа. Изоморфизм отправит эту вершину в какую-то вершину второго графа. Но ребра должны перейти в ребра, поэтому каждый из ребер должно найти, каждый из соседей должен найти своего соседа. Иначе у нас ребра не перейдут в ребра. Таким образом, вверх вот отсюда, вот так вот. Вот про свойства изоморфизма. Я правильно понимаю, чего хочется? Ну, мне не важно. Я сейчас на самом деле говорю простые вещи. Вот как доказать, что графы изоморфны? Ну, мы видели способ, можно просто явно указать изоморфизм. А как доказать, что графы не изоморфны? Вот оказывается, не обязательно, следуя определению, перебирать все возможные объекции между множеством их вершин. Есть необходимые условия изоморфизма, которые проверять гораздо легче. Скажем, в одном графе есть вершина степени 5, а в другом нет. Графы тогда не изоморфны. Ну, вот из вот этого наблюдения, которое я вот здесь нарисовал. Более того, должны сохраняться наборы степеней вершин. Ну, что это означает? Это означает, что мы выписываем все степени вершин графа в каком-то порядке. Д1 обычно в неубывающем порядке выписывают. упорядоченная последовательность степеней вершин. И точно так же, как вот в примере, который я показал, можно доказать, что наборы степеней вершин в изоморфных графах должны быть одинаковы. Почему? Потому что вершин степени D1 должно быть в обоих графах одинаковое количество. Вершина степени D1 могут переходить только в вершины степени D1. Вершин степени D2 тоже должно быть одинаковое количество. Поэтому, если у меня есть здесь какие-то равенства, они обязательно должны переноситься на изоморфный граф. Ну, и не может так быть, что одно число есть как степень вершины в одном графе, а в другом нет. То, что выше нарисовано. Что это за слово, там, где должны сохраняться наборы степеней? А, наборы. Спасибо. Сейчас, я извиняюсь. давайте это попробую написать аккуратнее. Ну, не очень аккуратно получилось, ну, что хотелось. Своё оправдание могу сказать, что я все-таки делаю конспекты исправно, и там все набрано красивыми техасскими буквами. Там уже, так сказать, читать будет легче. Но это необходимое условие, оно не является достаточным. первый шаг, чтобы понять, почему проблема изоморфизма сложная, извините, состоит в том, чтобы понять, что вот этого естественного условия недостаточно. Я сейчас нарисую пример. это два дерева. Давайте смотреть, сколько у них вершин. 3, 6, 9. Простите, я тут пропустил одну вершину. Нужно, чтобы 9 было. 3, 6, 9. Вот тут есть еще одна вершина вот такая. Давайте смотреть степень вершин. Сколько висячих? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Совпало. То есть тут надо написать один, 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 один. Сколько вершин степени 2? Тут есть такая вершина. И тут есть такая вершина. В обоих случаях по одной. Сколько вершин степени 3? Раз, два, три. И здесь их три. То есть наборы степеней одинаковые. Но легко понять, что эти графы не изоморфны. Вот смотрите, давайте я сейчас каким-нибудь цветом, ну, синим, что ли, отмечу. Вот здесь вершина степени 2, и здесь есть вершина степени 2. Изоморфизм должен их переводить одну в другую. Обязан, потому что у нас просто нет вариантов. Обязательно вот так должен быть устроен изоморфизм. Давайте посмотрим на соседей этих вершин. Тут один сосед имеет степень 1, а другой имеет степень 3. Соседи должны переходить в соседей. Но в этом графе один сосед имеет степень 3, и второй сосед имеет степень 3. То есть соседи, давайте я выпишу соседи. Вершины степени 2. В одном случае это степени вот такие, а в другом случае это степени вот такие. Видно, что так перевести невозможно. Соседи должны переходить в соседе, но степени вершин должны сохраняться при изоморфизме. Значит, вершину степени 1 нам некуда перевести. У нас обязательно нарушатся условия изоморфизма. Таким образом, эти графы не изоморфны. И в общем случае проблема изоморфизма достаточно сложная. То есть некоторая простая процедура, которая улучшает вот это несложное наблюдение. И она достаточно эффективна. Для маленьких графов она работает быстро. И в сущности, если надо проверять не очень большие графы, с этим проблем как правило нет. Но в общем случае нужен большой перебор. Вот насколько большой? Ну всего объекций n-факториал, n-число вершин. то есть если действовать совсем примитивно, то надо перебирать все объекции. Но мы видим, что можно всякие необходимые условия учитывать, рассматривать только объекции, которые отправляют вершины той же степени. Но граф может быть, как говорят, регулярным. У него степени всех вершин могут быть одинаковыми. Тогда можно, конечно, воспользоваться этими соображениями второго порядка, смотреть. с регулярным графом все равно не получится. Но есть там некоторый способ, как это сделать чуть хитрее и уменьшить. Но оказывается это одно из величайших достижений теоретической информатики последнего десятилетия, ну и математики, наверное, что изоморфизм можно проверять гораздо быстрее. За примерно время n степени логарифма n, но тоже в некоторой степени k это константа. Довольно большая 10 или 16 что-то в таком нохе. Но вас уже научили анализу, вы, наверное, асимтотики уже умеете прикидывать. n-факториал растет примерно как 2 в степени n логарифма n. А это растет как 2 в степени логарифм k плюс 1 n. Видите, какая большая разница? В показателе здесь написано n логарифма в n, а тут какая-то степень логарифма любая растет намного медленнее, чем n. То есть этот алгоритм намного быстрее. Это было удивительное открытие. Никто его не ожидал вообще. У меня уже время вышло. Я буквально за 2 минуты закончу этот экскурс. Конечно, я не буду вам рассказывать про этот алгоритм. достаточно сложный. Я говорю, в сущности, это поскольку работа была 3 года назад, нет уверенности, что там нет ошибки. В течение первого года ошибка была найдена, потом была автором исправлена. Что, пожалуй, еще важно, что этот алгоритм, он основан на доказательстве его корректности использовать самую сложную теорему в математике. То есть изоморфизм настолько нетривиально устроен, что чтобы быстро проверять изоморфизм, нам нужно ссылаться на самую трудную теорему в математике. Есть такая теорема, которая... Можно вопрос? А вот какие еще раз в итоге у нас как бы критерии для изоморфизма? Критериев нет. Есть необходимые условия. Критерии это необходимые и достаточные условия. У нас есть необходимые условия. Наборы степеней должны быть равны. Но есть более сильные необходимые условия. А именно, если вы возьмете вершины некоторой степени, вот если она одна, как в моем примере, все достаточно просто. Тогда наборы степеней соседей должны быть одинаковы. А если таких вершин две, то нужно определить наборы степеней, наборов степеней. Ну, некоторая такая рекурсивная процедура. Ее можно аккуратно определить в терминах раскрасок, графов, но мне сейчас не хочется это делать, это сильно в сторону и уведет. Есть такое понятие стабильная раскраска, если вам интересно, вы можете посмотреть. То есть для графа определяют некоторые процедуры стабильной раскраски, и те цвета, которые получаются, обязательно сохраняются любым изоморфизма. Это действительно важная характеристика графа, которая тоже, как оказалось, может быть по-разному интерпретирована. И совпадение количеств цветов стабильной раскраски необходимые условия изоморфизма, но оно необходимо и недостаточно. Может случиться так, что все цвета стабильной раскраски в одинаковом количестве присутствуют, а графы не изоморфны. Вот, чтобы там убивать разные сложные случаи, нужны более тонкие рассмотрения, которые включают в себя алгебру, и так просто не заканчиваются. Ну, в общем, подробности я, пожалуй, рассказывать не буду, время мое вышло. Значит, если есть вопросы, задавайте, а так на сегодня это уже, пожалуй, все. Какая самая сложная терема в математике? А, какая самая сложная терема в математике? Ну, вас еще не учили, наверное, понятию группы, может быть, в линейной алгебре упоминалось, но вот есть группы, а есть конечные группы, то есть такие группы, которые состоят из конечного числа элементов. И для групп тоже определено понятие изоморфизма. И возникает вопрос, какие бывают группы конечные с точностью до изоморфизма. вот про отношение эквивалентности мы сегодня все выяснили за 10 минут. А какие бывают группы с точностью до изоморфизма, люди выясняли 150 лет и, наконец, 40 лет назад опубликовали результат, что вот специалисты по теории групп считают, что задача решена. Уже ответ в этой задаче занимает много места. В книжке, которую начал писать один из авторов этого доказательства, собственно, формулировка ответа занимает страниц 50 или 60. причем книжка рассчитана не на начинающих, там многие вещи не объясняются, но так аккуратно объясняются конструкции. То есть, ответ примерно такой, что есть несколько бесконечных серий конечных простых групп и есть 26 исключительно простых групп. Ну и вот теорема состоит в том, что ничего другого нет. Она действительно, она на самом деле теоретической информатике важно, что нет других бесконечных серий, потому что конечные группы, они... О, сейчас, давайте я все-таки тогда... Меня просят показать доказательства теоремы класса эквивалентности. Ну, я назвал самую сложную теорему, она самая сложная по очень простому... Вот сейчас видно, да, то, что вы хотите. По очень простому критерию, по длине записи. Во-первых, нет сейчас книжки, в которой бы доказательство этой теоремы было написано от начала и до конца. Есть доказательства, но они ссылаются на другие тексты. Почему-то у меня не работает сжатие. Я не понимаю, что случилось. Вот я попробую сейчас. А, именно третий пункт интересен. Вот так вот. А можно второй и третий пункт объяснить? Ну, мне надо второй, а там молодой человек просит третий ему объяснить. Ну, давайте. Давайте смотреть. Значит, что мы во втором пункте проверяем? Ну, во-первых, давайте посмотрим на определение, его нужно иметь в виду все время. Мы для каждого элемента А определяем множество АХ. Те элементы, которые находятся с А в отношении Д. И я утверждаю, что эти так определенные множества, они либо совпадают, либо не пересекаются. Почему? Вот, предположим, они пересекаются все-таки. Вот, на картинке нарисовано два таких множества АХ и АУ. И есть некоторый элемент Z, общий для одного и для другого. Но, что это означает по нашим определениям? Это означает, что X находится в отношении RZ и Y находится в отношении RZ. Раз Z принадлежит множеству АХ и Z принадлежит множеству АХ. Но тогда мы помним, что отношение эквивалентности симметрично. Раз Y находится в отношении RZ, то Z находится в отношении RZ. А также мы знаем, что отношение эквивалентности транзитивно. Раз X находится в отношении RZ и Z находится в отношении RZ, значит x находится в отношении корс и это показывает что если два таких множества с индексами x и y пересекаются x и y находится в этом отношении ну а теперь уже легко возьмем какой-нибудь элемент t из множества каким-нибудь светом делить мы взяли какой-то элемент вот отсюда из множества аэрик он находится сVEN в отношении 3 находится в отношении styling x находится в отношении карс и y но тогда по транзитивности x находится в отношении r цирику давайте сейчас нарисую такую стрелочку и вот такую стрелочку показывающих кто кто с кем находится в отношении значит ты принадлежит а x то есть если ты принадлежит а и ректе принадлежит a x что а y включено в x ну и для доказательства равенства мне нужно доказать включение другую сторону что а x лежит в y но тут все совершенно симметрично по симметрии мы можем вот здесь переставить и 1 x находится в отношении раз и так значит и ирек находится в отношении с x ну и повторить все то же самое рассуждение просто поменял местами x и поэтому получается так что я y ложного x и x ложного и это второй пункт а третий пункт он про что говорит что если у нас два элемента попали в одно множество тыкс или попали множество z мне нужно проверить что они находятся в отношении р давайте проверим по определению раз они попали множество z то z находится в отношении rx и z находится в отношении rc ну тогда вот возьмем симметричность у нас есть свойства симметричности раз z находится в отношении rc то x находится в отношении rc и получим что x находится в отношении rc а z находится в отношении rc значит x находится в отношении rc то есть мы применяем наши свойства симметричности и транзитивности для того чтобы доказать вот эти вот три факта стало яснее а вот мы по определению говорим что если x в отношении с t то это означает что а y вложена в а x а почему мы не могли это сразу сказать когда мы получили что x в отношении с y смотрите вот отсюда мы можем заключить только что y принадлежит а x а тут утверждается больше что любой элемент из а y отсюда следует что t принадлежит из а x то есть когда у нас уже есть что x находится в отношении rc по определению означает что y принадлежит множество x а включение множество означает больше что любой элемент из а y принадлежит а x поэтому нам нужно еще вот это дополнительное рассуждение оно все очень несложное но оно необходимо логически потому что то что x эквивалентно y мы просто пока убедились что игре попадает множество индексированных x так ну на этом вопросы вроде бы закончились да ну хорошо тогда если вопросов нет можно на этом останавливаться да до свидания всем я завершаю